всем привет друзья меня зовут максим а с вами снова канал про дело сегодня у нас будет обзор модуля который называется менеджер изображения и галерея данный модуль совместим со всеми версиями opencart здесь есть как первая ветка так вторая так и третья версия opencart и по сути у нас данный модуль включает себя три отдельных модуля первый это собственно сам менеджер изображений очень многофункциональный с возможностью пакетной загрузки фотографий а модуль является идеальной заменой дефолтного менеджера изображений в нем вы перестанете терять огромное количество времени на редактирование изображений а также он поддерживает добавление нескольких изображений одновременно просмотр истории то есть сохраняет последнюю открытую папку а есть возможность перетаскивания загружаемых изображений изменения размера поворота поиск изображений папок и многое другое второй модуль который идет в комплекте к этому основному модулю это полноценная адаптивная галерея данная галерея подойдет для организации своего блога страницы новостей или фотогалереи с описанием товара или целой группы товаров с возможностью объединения галереи и товаров по тегам для более результативного поиска последних для каждой картинки можно присвоить также свой alt и title прямо из-под админ панели также в данный пакет интегрирован модуль сортировки изображений методом перетягивания и третий модуль который входит состав данного менеджера изображений это функционал по добавлению своего водного знака или watermark со множеством различных настроек данный watermark работает не с кэшем изображения водяной знак накладывается сразу при загрузке изображения на сервер это неплохой вариант для тех кто только что открыл свой интернет магазин и не хочет чтобы его изображения были добавлены на сторонние сайты на давайте теперь посмотрим сам менеджер как у нас выглядит какие настройки там имеется как он работает я перехожу стандартный раздел с товарами нажимаю на кнопку редактировать и здесь у нас менеджер изображений можно вызвать несколькими вариантами способами да то есть вы можете выбрать его вот в визуальном редакторе здесь у меня используется визуальный редактор summer note дефолтный который у нас при установке open карты включается он не всем нравится не очень удобный может быть но по крайней мере он не подставляет никаких дополнительных тегов при редактировании при визуальном редактировании ck editor к сожалению есть с этим проблемы его для открытия менеджер изображений просто нажимаем на эту кнопочку и мэйдж менеджер и вот таким вот образом у нас открывается менеджер изображений здесь также менеджер изображений мы можем подгрузить во вкладке изображения нажимаем на фотографии видите у нас здесь есть осталась возможность использовать дефолтный менеджер изображений и появилась у нас новая кнопочка для открытия именно нашего нового модуля менеджера изображений а я считаю это очень удобно а также данный менеджер изображений у нас будет работать также и в других местах где у нас есть возможность загрузить загрузить изображения например вот в производителях пожалуйста да то есть везде где open карте по умолчанию предусмотрена возможной загрузки изображения да там же у нас будет и присутствовать возможность запуска нашего нового менеджера изображений а и так давайте поподробнее познакомимся с функционалом самого менеджер изображений значит первое что у нас здесь есть это возможность развернуть наш менеджер изображения на весь экран так все будет выглядеть намного крупнее работать будет намного удобнее а дальше давайте пробежимся по панели инструментов вот этой верхней посмотрим какие у нас здесь есть кнопки а значит начале у нас есть кнопки перемещения по нашему каталогу да по порядочку вперед-назад есть у нас кнопка наверх то есть мы зашли куда-то во внутренний каталог можем с помощью этой кнопки вернуться на каталог выше дальше у нас есть кнопки которые позволяют нам создавать новую папку а значит есть у нас кнопка загрузки изображений здесь мы можем воспользоваться системой drag and drop то есть просто перетащить сюда наши фотографии да они у нас загрузится а или можем с помощью двух кнопок выбрать выбрать файлы для загрузки то есть пакетом прямо несколько фотографий или выбрать папку нужную папку в которой у нас есть все фотографии которые мы хотим с вами загрузить следующие кнопки у нас здесь есть очень полезные это возможность отменить какие-то последние действия или повторить если мы что-то выполнили а далее у нас есть здесь кнопочки копирование вставки эту нас кнопка для того чтобы открыть папку скачать папку здесь можем вырезать копировать ставить а есть у нас кнопка которая поможет нам просто очистить нашу папку все фотографии внутри нее можем какую-то папку взять и персонально скрыть то есть она у нас не будет отображаться можем показать скрытые элементы а дальше у нас есть возможность сделать копию папок то То есть, можем прямо здесь копировать папки, переименовывать их, соответственно. Что у нас здесь еще есть? Можем с вами изменить размер или повернуть нашу фотографию. Вот это очень полезный функционал, я считаю. То есть, просто прямо из менеджера берем, редактируем фотографии. Так как вам нужно... Есть у нас здесь какие-то готовые пресеты по разрешениям. Есть у нас тут несколько вкладок. Можем изменить размер на первой вкладке. На второй вкладке можем с вами обрезать фотографию так, как нам нужно. И на последней мы можем с вами эту фотографию поворачивать, задать какой-то фоновый цвет. Дальше у нас есть кнопки на панели, которые позволяют нам выбрать все папки и файлы в нашем каталоге. Следующая кнопка у нас отменяет выбор. Есть также у нас кнопка, которая инвертирует выделение. То есть, если у нас были выбраны, например, вот две вот эти фотографии, с помощью нее мы инвертируем, да, и выделяем все, кроме этих двух. Дальше у нас есть кнопка быстрого просмотра. Давайте вот так вот открою ее, быстрый просмотр. И можем с вами тут быстренько посмотреть в таком вот более крупном виде наши фотографии. Есть также у нас возможность просмотреть свойства по каждой фотографии. Здесь, что немаловажно, указан у нас размер фотографии, путь до этой фотографии, ее размеры, даты изменения, а также данные по доступу, чтению и запись. Да, вот написано. Что еще немаловажно, здесь мы можем с вами создавать архивы. То есть, можем выбрать несколько фотографий и запихнуть их в один архив. А здесь у нас есть возможность несколько архивов, несколько форматов архивации использовать. Вы можете их видеть у себя на экране. Что у нас еще интересного есть? Также мы здесь можем с вами изменить вид визуального вывода нашего каталога. Это получается у нас таблица и вот эта сетка. И есть у нас возможность сортировки. Вот это вот, по-моему, очень круто, что есть возможность сортировки фотографий по размеру. Также можем сортировать по типу, по дате, по разрешениям. Папки делать в начале. Значит, здесь довольно много есть настроек. То есть, вы можете настроить нужные вам кнопки, которые выводятся на панели инструментов. Есть различные еще настройки рабочей области. Ну, подробно на этом останавливаться не буду. Просто вам их вот так вот продемонстрирую в видео. Вы уже для себя посмотрите на паузу и решите, насколько вам это нужно. Также, что мне очень понравилось, здесь вот по ссылочке о программе, есть у нас отдельная еще вкладочка с горячими клавишами. Изучив и запомнив нужные вам часто используемые горячие клавиши, вы можете таким образом еще больше ускорить работу с изображениями в данном менеджере. Это, я считаю, очень круто и важно. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все основные функции и настройки. Давайте сейчас еще раз гляну, что я здесь не показал. Да, вроде бы все, ребят, показал. Такое основное. Давайте теперь зайдем в настройки менеджера изображений и посмотрим, какие возможности у него имеются. Итак, для того, чтобы у вас менеджер изображений, в принципе, заработал, вам необходимо в первой вкладке выбрать нужный вам язык данного менеджера. Естественно, мы выбираем русский. В разделе «Выбор темы» вы можете выбрать визуальное оформление вашего менеджера. Здесь есть дефолтная тема и еще четыре дополнительных темы. Можете на свой вкус выбрать тот вариант, который вам больше всего понравится. Дальше у нас имеется вкладочка с настройками водяного знака. Здесь у нас на самом верху опция для включения, добавления водяного знака. Можно задать качество загружаемого изображения водяного знака. Можем подгрузить сам водяной знак, который будет у нас на фотке добавляться. Также можем выбрать какое-то увеличение изображения водного знака. Можем изменить расположение. Как видите, здесь довольно много вариантов. Можем задать прозрачность водяного знака. И также можем задать сдвиг по оси горизонтали или вертикали. Здесь у нас значение в пикселях указывается. Дальше у нас идет раздел изменения размера загружаемого изображения. То есть у нас происходит автоматическое изменение размера загружаемого изображения, когда мы используем наш менеджер изображений. При необходимости можете его здесь включить. Также задать можно здесь качество загружаемого изображения. И можно указать нужные размеры. Это ширина изображения и высота изображения, на которое необходимо изменить. И у вас при загрузке автоматический менеджер будет под данное разрешение менять размер фото. И последняя вкладка это нормалайзер конвертация. Здесь мы можем с вами включить автоматическую конвертацию имени изображений в латиницу. То есть если у вас имена изображений на компьютере, допустим, на русском языке, я рекомендую эту настройку обязательно включать, чтобы переводить на латинский язык при загрузке. Иначе вы можете столкнуться с различными глюками, багами при использовании русских символов изображений. И ниже мы можем задать с вами конвертацию символов. То есть какие у нас символы будут конвертироваться. Символы указываются через запятую. То есть здесь мы указываем один символ, на который у нас будут заменяться символы, указанные вот здесь вот выше. То есть здесь у нас задается вот нижнее подчеркивание в данном примере. А теперь что касается самой галереи, которая у нас здесь присутствует, сканирующая галерея. Значит здесь у нас есть два модуля в настройках. Это сам модуль галереи и настройки галереи. Ну давайте я вам сначала покажу, как эта галерея в принципе выглядит и выводится. Я создал галерею, создал альбом, вывел на главной странице эту галерею. То есть вот таким вот образом у нас выглядит наш альбом. Заходим в него и здесь у нас представлено несколько фотографий с нашей галереи. Кликаем по фотке и здесь вот можем листать фотографии в нашей галерее. Хочу обратить внимание, что здесь слева вверху у нас вводится наш тайтл или заголовок для фотографий. Давайте перейдем в раздел альбомы. И вот здесь вот у нас в разделе альбомы будут вводиться все альбомы нашей галереи. Есть у нас также здесь возможность сортировать галерею, есть миниатюра, есть ссылка на галерею, дата публикации, описание галереи и ссылка для входа в нашу галерею. Сам у нас этот раздел с альбомами непосредственно находится в разделе каталог альбомы. То есть здесь нам нужно с вами создавать альбомы. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Во вкладке общие здесь мы указываем название галереи, описание галереи. Есть возможность задать все необходимые мета теги для данной галереи. Далее на вкладке данные мы загружаем изображение нашего альбома, который у нас будет использоваться. Можем указать SEO URL, который у нас с вами будет открываться при заходе в альбом. Естественно, задаем статус включен и порядок сортировки можно задать. Во вкладке связи можно, если у вас мультимагазин, задать нужный вам магазин. И на вкладке изображения мы с вами можем загрузить те изображения, которые у нас в самой галереи непосредственно будут отображаться. Хочу обратить внимание, что здесь есть возможность вот так вот удобно перетаскивать фотографии. Точно такая же возможность есть, кстати говоря, и в редактировании товара. Когда мы с вами подгружаем здесь изображение пакета, также можем с вами брать вот так вот их перетаскивать. И здесь мы можем, помимо того, что загружаем фотографию, можно, естественно, с помощью менеджера фотографии вот таким вот образом просто выбрать и все пакетно загрузить. Плюс здесь мы можем указать необходимые нам теги альта и тайтл для каждого изображения. Ну и задать порядок, естественно, сортировки. Для того, чтобы вывести сам модуль галереи вот так вот, как я сделал, либо на главной странице, да, либо на странице какой-либо статьи, да, вот в разделе «О нас», например, то есть нужно сделать две вещи. Для начала нам необходимо настроить нашу галерею, то есть зайти в раздел «Настройки», здесь указать все необходимые данные, то здесь мы можем задать количество знаков в описании, задать изображение в списке категорий, изображение в списке категорий, ширину, высоту, да, имеется в виду. А затем вот самая полезная, по-моему, настройка вот эта вот миниатюра, то есть размер миниатюр, вот здесь вот я задал побольше, было по умолчанию маленькая миниатюра, а я задал 300 на 300 пикселей, да, то есть для того, чтобы размер вот миниатюры в галерее изменить, это как раз имеется в виду вот эти настройки. И дальше у нас можем задать размер самого всплывающего изображения, да, то есть при клике эти настройки имеются в виду. И дальше нам необходимо задать... Дальше нам необходимо добавить новый модуль. Здесь у меня он уже есть, я вам просто его открою, покажу. Здесь мы указываем название модуля, указываем количество фотографий, которые у нас будет выводиться, также указываем количество знаков для описания нашей галереи и указываем размер изображения модуля ширина и высота. Здесь 100 на 100 пикселей стоит, поэтому он у нас выводится вот такой небольшой, да, квадратный. После того, как вы добавили и включили модуль, вам необходимо будет зайти, как обычно, в раздел дизайн схемы и, соответственно, либо на главной странице вывести, да, вот эту вот галерею, вот она у меня добавлена, либо в макете вот информация, да, это для того, чтобы вывести галерею в каких-либо статьях. Ну, то же самое абсолютно делается для категории. Если вам нужно в категории вывести, берете, добавляете вверху страницы вот сканирующую галерею в категории. Вот. То есть, все довольно просто и стандартно. Если у вас есть какие-то вопросы по данному модулю Image Manager, пожалуйста, можете всегда обращаться к разработчику, написать ему в личку, что-то уточнить, спросить. Или, если вы его приобрели, уточнить, соответственно, и у вас что-то не получается, также можете попросить у разработчика через личные сообщения о какой-то помощи. А также, ребят, хочу вам напомнить, что относительно недавно появились у нас для покупателей раздел купонов. Раньше были только бонусные баллы, сейчас появился еще отдельный раздел с купонами. Здесь, если разработчики добавляют для своих товаров купоны на скидки, вы можете их у себя в личном кабинете вот здесь вот увидеть. То есть, здесь указан у нас размер скидки, пишется, какую скидку дает купон и на какие товары. То есть, скидка может быть либо на все товары, либо на какие-то конкретные товары, которые по ссылочке здесь у нас выводятся. А также есть здесь ссылка у нас на профиль разработчика, которому принадлежит данный купон. Указывается срок действия купона, сам код купона, который вы можете здесь скопировать и использовать в корзине при оформлении заказа, чтобы получить указанную скидку именно на эти товары. И также вот в разделе «Доступные купоны» в самом низу вы можете получить купоны нашего магазина «Продело». Данные купоны дают скидку на всю корзину, то есть не на конкретные товары, как в случае с разработчиками, а именно на всю корзину. Но данные купоны необходимо приобретать и обменивать за баллы. Стоимость таких купонов в баллах указана вот здесь вот. То есть имея в наличии достаточное количество баллов, вы можете получить хорошую дополнительную скидку при заказе от определенной суммы. Надеюсь, данные нововведения вам понравятся. После того, как вы обменяете купон, он у вас появится вот здесь вот в разделе «Мои купоны» вверху и появится код купона, который вы сможете использовать также в корзине. Также вчера, ребята, написала интересную статью в блоге про дело, про подорожание модулей для OpenCard. Кто в этом виноват и что с этим делать? Я надеюсь, вам такие новости интересны. Почитайте, напишите в комментариях ваше мнение по данному вопросу. Мне интересно его послушать. Также можете написать его в комментариях к этому видео. А у меня на этом все. С вами был Максим, канал «Про дело». Всем спасибо за просмотры, лайки, дизлайки. Пишите ваши комментарии. У меня на этом все. Пока-пока. На этом все. Спасибо вам за внимание. Все ссылки из видео указаны под видео в описании. Палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите ваши комментарии и предлагайте темы для следующих видео уроков. Также не забывайте делиться видео с друзьями, если оно показалось вам полезным. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!